Здравствуйте! Вещание телеканала ЛРТ продолжает программа «Диалог с головой». Мы в прямом эфире. Сегодня вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы по телефонам нашей студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий расскажет о приоритетах на 2020 год, о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, а также мы обсудим меры социальной поддержки семей. Здравствуйте, Владимир Петрович! Добрый вечер всех, кто нас слышит сегодня. Владимир Петрович, 2020 год начался с послания президента России Федеральному собранию, и это послание действительно было прорывным. Одна из сфер, которая претерпевает значительные изменения – социальная сфера. И в обращении губернатора Подмосковья, и в вашем отчете были обозначены приоритетные направления с учетом президентского послания, а также планы по их реализации. Здесь и материнский капитал, здесь и бесплатное горячее питание в младшей школе, льготная ипотека и другие меры, которые, конечно же, направлены на поддержку семей. И об этом мы сегодня еще подробно поговорим. Но сейчас я бы хотела перейти к другому не менее важному событию, которое нас ожидает в этом году. Это 75 лет Великой Победы. И я предлагаю начать наш с вами разговор со старшего поколения, с наших ветеранов. В округе начали проводить мероприятия, которые приурочены к юбилейной дате. Вот что сегодня делается для ветеранов в рамках подготовки к этому празднику? Ну, во-первых, День Победы всегда традиционный. Это у нас, я оценю, самый большой, важный праздник. Я бы сказал, святой праздник. Ну, а годовщина 75 лет Великой Победы – это знаковый, особый праздник. И, естественно, что мы ведем такую целенаправленную работу. В первую очередь, работа нацелена на работу с конкретными людьми, с конкретными ветеранами. Потому что во главе угла человек конкретный. Потому что можем говорить обо всем. И мы, конечно, есть фильмы, есть книги, и спектакли, в том числе и в городе не ставятся. Но есть живые люди. И, как ни странно, я могу сказать, что есть и некие печальные вещи. И я могу сказать, вот 23 февраля мы всегда ведем статистику, и мы поздравляли наших мужчин, ветеранов с Днем Защитника Отечества. В прошлом это День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Эти люди возрастные, они это все помнят. И у нас по статистике на 23 февраля был 201 ветеран, Ветеран Фронтовик. Вот, идя к вам на передачу, уточнили цифры, и сегодня уже с нами 178 человек. 178. Понимаете, то есть время, оно достаточно неумолимо, и люди, это все люди возрастные, самый молодой ветеран Фронтовик, это 92 года, и ветераны от нас уходят. Но это живая история, и мы должны к этому очень бережно относиться, говорить, помогать, потому что многие из них, слава Богу, еще в состоянии и говорить, и передать, и встречаются с нашей молодежью, со школьниками. И мы к этому, я в частности, очень бережно отношусь, поэтому основная задача как-то вот этих людей, которые с нами, со всех сторон как-то оградить, о них заботиться, беспокоиться, помогать всячески. Ну и у нас на сегодняшний день есть труженики тыла, это отдельная группа наших дорогих нам людей. У нас на сегодняшний день тружеников тыла, я по памяти скажу, значит, тысячу, по-моему, 892 человека, по-моему, по памяти. Тоже эти люди, к сожалению, от нас уходят, потому что им, если после победы уже 75 лет, то понятно, что этим людям тоже уже далеко за 80. И мы тоже этих людей, которые в детстве стояли за станками, работали в поле, мы им благодарны, и тоже о них должны беспокоиться. Я не говорю, сегодня, скажем, могу рассказывать, у нас есть и блокадники, есть и узники лагерей, значит, у нас есть дети войны, это отдельная категория граждан, все-таки мы больше, я все-таки больший акцент делаю на фронтовиков, тружеников тыла. Поэтому у нас целый ряд мероприятий, у нас, по крайней мере, до 9 мая запланировано по порядкам 550 самых разных мероприятий. Это все расписано, и у нас в этом плане задействовано и управление культуры, значит, и целый ряд управлений, таких как молодежи, по работе с молодежью. Мы целый ряд вопросов будем решать в сфере спортивных мероприятий, состязаний, поэтому будут задействованы все наши парковые территории, библиотеки. Поэтому мы стремимся, по крайней мере, вот этот героизм нашего народа как-то донести до нашей молодежи и, конечно, опираясь на наших ветеранов. Поэтому я могу сказать, что мы буквально несколько недель назад или месяца полтора провели такую акцию, она была всероссийская, под названием «Блокадный хлеб». И человеку выдавалось в сутки 200 грамм хлеба, 100 грамм, эти кусочки были черного хлеба нарезаны, чтобы подчеркнуть, как люди жили, как они питались и что это был за хлеб. То есть стремимся, по крайней мере, на каких-то примерах показать, каким образом люди в те годы сумели и жить, и выжить, и защититься. Кроме этого, в этом году мы приняли тоже участие, был Пискаревский международный зимний полумарафон. И это для старшего поколения, и наши жители, старшее поколение, они приняли участие в этом марафоне, 5 километров, это скандинавская ходьба. И тоже я могу сказать, что это было, ну скажем, я с этими людьми говорил, которые приняли в этом участие, и у них, я скажу так, и какой-то азарт, и радость, и воспоминания, и по крайней мере такой, ну я бы сказал, спортивный дух. Потому что эти люди тоже возрастные, и я думаю, что они получили удовольствие. Значит, кроме этого, значит, у нас в наших библиотеках, у нас порядка, вот точно в семи библиотеках, у нас проходит такая акция про героя, где, по крайней мере, мы стремимся как-то привлечь наших жителей. А в каждой семье все-таки были свои герои, и мы можем говорить в общем или вообще, и рассказывать, но очень важно, когда люди вспоминают своих близких, скажем, изучают историю своей семьи. И в каждой семье в годы Великой Отечественной войны были свои герои. Вспомнить, найти фотографии, возможно, уже более старше, кто-то не дожил до сегодняшнего дня, но есть близкие родственники, скажем, дяди, тети, скажем, дедушки, которые могут рассказать, вспомнить, и, возможно, что-то осталось, скажем, от наших героев. У кого-то какие-то медали с орденами, какие-то письма, какие-то воспоминания, возможно, даже что-то с одеждой, и как-то придать этому, скажем, вторую жизнь, и этих людей вспомнить, потому что до тех пор, пока мы живы, мы помним, эти люди, которые были с нами, они тоже рядом живы. Тоже это как бы некий стимул или некий еще лишний раз вспомнить своих героев. Кроме этого, значит, мы поддержали акцию Министерства обороны России, такая акция, письма с фронта, и все-таки, я так думаю, что во многих семьях есть письма от близких с фронта. И мы как бы просим к этой акции подключиться, и, по крайней мере, сегодня есть возможность техническое делать ксерокопии этих писем, не надо обязательно, потому что письма понятны, что бумага, все это время, а сделать ксерокопии, и, возможно, в этих письмах есть что-то важное, возможно, что-то такое, ну, интересное, с которым можно ознакомить публично других, потому что есть письма, где-то, возможно, интимные, и ни к чему, чтобы другие об этом знали, а есть письма, которые, возможно, несут какое-то воспитание, или, возможно, какую-то историю, или какие-то факты исторические, какие-то события описаны, почему бы сегодня с этими письмами не ознакомиться. Поэтому я могу сказать, что мы по целому ряду вопросов, вот я сейчас эти вопросы перечислил, мы стремимся как-то вовлечь нашу молодежь, вспомнить наших героев, и я уже с этого начинал, и сейчас хочу еще раз подчеркнуть. Все-таки самое главное и важное – это обратить внимание на конкретных людей, которые сегодня живы. Это как ветераны-фронтовики, так и труженики тылы, это люди в возрасте, и некоторые из них, к сожалению, сегодня живут, скажем, в одиночестве, потому что либо близких уже нет, либо близкие уехали, и поэтому ставим задачу, по крайней мере, каждому ветерану зайти. Эту задачу я лично поставил в управление в работе с молодежью. Мы эти вопросы решаем социальной защитой. И мы сегодня этот вопрос обсуждали у меня на встрече с руководителем соцзащиты по Либерскому городскому округу. Зайти к каждому ветерану, каждую квартиру и посмотреть, что там, чем, какая нужна помощь. И начиная от, ну, акция называется, значит, свет в окне, но начиная от того, чтобы помыть, возможно, окно, сейчас весна, но, возможно, нужно навести какую-то уборку, порядок в квартире, возможно, нужно заменить, я не знаю, допустим, это я примерно говорю, что-то на кухне, что-то в санузле, оказать какую-то помощь, или, допустим, я допускаю, что, возможно, где-то и вещи какие-то обносились, и что-то приобрести. Мы найдем возможности и поможем каждому ветерану. Такая задача стоит, и мы эти вопросы сегодня отрабатываем. Поэтому стоит задача подойти к каждому ветерану. Кроме этого, мы уже планируем, у нас есть целый ряд, будем говорить, захоронений, значит, мы стремимся, по крайней мере, чтобы там тоже был порядок, навести порядок. Мы стремимся, по крайней мере, у нас на сегодняшний день есть герои Советского Союза, которые жили, проживали на территории прошлого Люберецкого района, сегодня городского округа. Поэтому тоже их память увековечить, и мы в этом году планируем, по крайней мере, у нашего мемориала «Вечный огонь» поставить таких четыре мемориальные плиты, где будут выбиты золотыми буквами имена героев, и где, скажем, можно будет ознакомиться с этими людьми. Поэтому работа такая, она масштабная, глобальная, и самое главное, мы стремимся в эту работу вовлечь нашу молодежь. Я уже не говорю о том, что у нас целый есть, скажем, целый план работы в наших образовательных учреждениях, где будут проходить уроки, где мы будем стремиться приглашать туда на уроки, значит, фронтовиков, кто-то в состоянии, физически способен прийти и рассказать, тружеников тыла, потому что, повторяю, сегодня пока есть возможность именно слышать наших ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, слышать вживую. Это очень важно. Это ценно. И видеть этих людей. Поэтому вопросов у нас много, и мы каждый вопрос конкретно отрабатываем. С конкретным человеком. Ну и одним из первых мероприятий для ветеранов в этом году стало вручение в торжественной обстановке юбилейных медалей. Мероприятие проходило в картинной галерее. Давайте посмотрим, как это было. Мы будем помнить, что такое война. Ах, ветераны, наденьте свои ордена. 23 февраля за одним столом собрались участники боевых действий, дети войны, блокадники. Все те, для кого понятие «защитник Отечества» имеет особое значение. Они надели свои ордена, чтобы вспомнить еще об одном большом празднике – 75-й годовщине Великой Победы. Это праздник, наша гордость, что мы смогли преодолеть такого страшного бандита, нациста, Гитлера, Адольфа Гитлера. Победа – это на весь мир, однозначно. Теперь на мундирах героев будет на одну медаль больше. 30 ветеранов и участников войны получили из рук главы Люберец юбилейные медали к 75-летию Победы. Виновники торжества, в свою очередь, исполнили любимые фронтовые песни. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Петрович, ну вот говоря на тему Великой Победы, вы правильно отметили, что, в общем-то, задача нашего поколения – не просто чтить, сохранять память об этих годах, но и передавать эту память нашим детям, внукам и правнукам. Это действительно важно. В округе, и вы уже тоже частично коснулись этой темы, в округе есть и будут еще появляться символы той войны, открываются именные доски, скульптурные композиции, музеи. Существует уже и реестр памятных мест. Вообще, сколько у нас в округе памятников и воинских захоронений на сегодняшний день есть? И, как вы сказали, этот реестр, он будет пополняться. Да, да, естественно. Я могу сказать, но я еще хочу добавить к сюжету, что вот вы показали, и, значит, все, что связано с награждением наших ветеранов 75 лет Великой Победы. Еще, значит, президентом России принято решение за счет федерального бюджета идет доплата ветеранам-фронтовикам 75 тысяч рублей, труженикам дело 50 тысяч рублей. И мы, естественно, сегодня отрабатываем, мы еще и будут доплаты со стороны муниципалитета. Поэтому мы стремимся, кроме, скажем, каких-то моральных, моральной поддержки, ну, и надо еще и материально поддержать наших ветеранов, поэтому такие выплаты тоже будут через социальную защиту осуществлены. Ну, а что касается памятников, то у нас, значит, по реестру порядка 43 мемориальных сооружений. Ну, основное, главное, это у нас на Октябрьском проспекте, это мемориал «Вечный огонь», и мы стремимся, по крайней мере, и ухаживать, и, естественно, облагородить, поэтому я уже об этом сегодня говорил. В том числе у нас на территории порядка, по-моему, 53 героя Советского Союза и два героя России, которые были участниками Великой Отечественной войны. Итого у нас получается 55 человек, это будут выбиты, значит, на гранитных плитах, и таких четыре плиты будут смонтированы тоже до 9 мая. То есть мы все эти вопросы развиваем. Кроме того, у нас на территории 5 братских могил, и это, естественно, требует и ухода, и определенной заботы, и нужно ухаживать, мы эти вопросы решаем. Значит, у нас есть три, как мы говорим, одиноких могилы, значит, участников Великой Отечественной войны, у нас есть и одна могила неизвестного солдата, и это тоже мы за этим должны ухаживать. У нас 18 памятников, стелмом, монументов, и у нас мы, в том числе, мы продолжая традиции воинов Великой Отечественной войны, ветеранов, все-таки после Великой Отечественной войны были и локальные конфликты, и мы вот последние годы, значит, на наших школах у нас 11, мы, по сути, мемориальных досок погибшим, кто не вернулся с горячих точек, где эти ребята обучались, мы эти доски тоже открыли. Поэтому вот это все, я бы так сказал, может быть, слово неправильное, но оно что-то отражает такое хозяйство, которое связано с памятью, с памятниками, с мемориальными досками, мемориальными комплексами. То есть это требует ухода, заботы, потому что все потихонечку, оно приходит зачастую в не тот вид, который должен быть. Поэтому все задача к 9 мая все это привести в порядок. У нас для этого есть силы, возможности, и мы это делаем. Я допускаю, что кто-то нас сегодня смотрит в эфире, и где-то есть какие-то замечания, или видят, что что-то где-то делается не так, я буду просто благодарен, и мы обязательно поправим, если нам подскажут, что нужно предпринять. Да, нужно информировать, и у нас как раз есть такой телезритель, который информирует. У нас есть звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Это я могу говорить. Да, добрый вечер. Я Глушкова Алла Андреевна, я председатель уличного комитета советский. Очень плохо слышно, очень плохо слышно. Будьте добры, может быть, вы просто будете громче говорить. Действительно, очень плохо слышно. Правда, я вас хорошо слышу. У меня такой вопрос. Владимир Петрович знает о нашей проблеме. А проблемы у нас нет. Дороги, тротуары вдоль Егорьевского шоссе от памятника до больницы. На встрече Владимира Петровича с активистами, кульчкомами, я озвучивала эту проблему. Но вот и ныне там. Хотелось бы знать, как все-таки мы благоустроим дорогу, сделаем тротуар, обычный тротуар вдоль Егорьевского шоссе от памятника до больницы. Ну, вопрос, как бы, я знаю. Давайте так. Да, вы знаете. Да, значит, понятно, что дорога Егорьевского шоссе, она непростая, сложная. И там, в той местности, тоже тротуар сделать достаточно сложно. Потому что в силу того, что дороги, я не знаю, сотни лет, и сегодня дорога, она, наверное, где-то около метра выше, чем те дома, которые расположены слева-справа. И надо думать, как сделать чисто технический тротуар, чтобы он не был подтоплен и функционировал. Давайте так. Эти вопросы мы будем решать с Мосавтодором, потому что дорога Егорьевского шоссе находится на балансе Мосавтодора. И мы подумаем, как эти вопросы можно решить. Все, спасибо большое. Мы продолжаем тему памятных мест в округе. И надо сказать, что действительно становится больше даже школьники к этому причастны. В самих школах, так, например, на днях в 18-й и 41-й гимназиях открыли музей боевой славы. Какие же экспонаты там представлены? Сейчас узнаем из сюжета. Здесь мой дедушка с боевыми тамаришами. Это фото сделано в освобожденной Германии. Здесь мой дедушка в Дозоре. Молодой человек, который смотрит на своих внуков черно-белых фотографий, Евгений Алексеевич Иванов. Участник Великой Отечественной войны ушел на фронт, когда ему было 17. Вместе со своей стрелковой дивизией дошел до Берлина. Победу советских солдат встретил с боевыми ранениями и медалями. У него есть боевые награды за победу над Германией и за взятие Берлина. И два ордена Великой Отечественной войны. Первый степень и второй. Потомки героя войны решили не прятать эти истории в семейных альбомах и рассказали о своем прадеде, воспитанникам гимназии номер 18. Стенд-биография Евгения Иванова стала новым экспонатом школьного музея. С 2009 года здесь бережно хранят вещи, которые рассказывают о фронтовых буднях советских солдат без прикрас. Мы должны собрать это и передать будущему поколению все, что мы помним, все, что мы знаем. Это очень важно, что наши детишки, дети нашей школы и учащиеся других школ могут прийти сюда и здесь прикоснуться к частичке вот этой вот священной войны. Мимо страниц военной истории не пройдут воспитанники гимназии номер 41. Ближе к событиям прошлого века их сделал новый музей боевой славы. Он стал объемной военной энциклопедией, на страницах которой «Правда о военных годах». Здесь представлены живые картины из времен Великой Отечественной войны. Я, например, помню войну, но помню ее глазами 10-летнего мальчишки, когда был в оккупации и видел это своими глазами. Львиная часть экспозиции музея посвящена дважды герою Советского Союза Павлу Степановичу Кутахову. В судьбе гимназии он сыграл ключевую роль. С его распоряжения началось строительство учебного заведения. Другие стенды музея рассказывают о судьбах люберецких семей, участников Великой Отечественной войны. Дарья Борисова, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире. И сегодня вы, уважаемые телезрители, можете задавать свои вопросы по телефону нашей студии. 8 498 642 19 50 и 8 498 642 1952. Ну что ж, действительно, в школах открывают музеи, памятные доски. И во многом это благодаря союзу «Учитель-ученик». Но в этом союзе есть еще одно звено. Это, конечно же, родители. Это важная роль, конечно, в учебном процессе. И, как отметил совсем недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев, родители должны иметь возможность осуществлять контроль и видеть все нюансы процесса организации бесплатного и качественного питания в школах. И вот в подтверждение этих слов в Подмосковье не так давно стартовал проект. Он называется «Родительский контроль». Кстати, сообщить свое мнение о питании в школе можно и на сайте «Добродел». Это тоже нужно учитывать. Владимир Петрович, вот то, что касается проекта «Родительский контроль». Вы также участвовали в одной из таких проверок. Вы пробовали школьную еду. Как оцениваете? Я оцениваю, что просто отлично, а хорошо. Я вообще, скажу так, приверженец, когда заходишь в школу или в детский садик. Я думаю, что там очень работают замечательные повара. Видимо, добрые по своей природе, потому что там всегда все вкусно, надо дать должное. Но учитывая то, что принято решение и президентом, и губернатором Московской области, что с 1 сентября этого года питание школьников с 1 по 4 класс бесплатно, и независимо от доходов, независимо, какие доходы семьи. Что я оцениваю тоже очень правильно, потому что детишки, они же не понимают о доходах большие и маленькие. Потому что они ходят в школу, и я допускаю, что можно посчитать, и порой вычислить очень сложно, что семья с нормальными доходами этого мальчишку или девчонку не записали на бесплатное питание. А этого соседа записали, потому что у него там доходы меньше. И, понятно, возникает такая детская ревность, и присутствует детский максимализм. И дети очень ранимы. И то, что принято такое решение, что всем бесплатно, это очень важно и хорошо. Ну, а дальше я даю себе отчет. Все-таки я надеюсь, что у нас все очень люди, они и честные, и люди профессиональные, и везде будет должный уровень. Но иногда, в силу разных причин, очень многое зависит зачастую, где покупаются продукты. А каким образом эти продукты хранятся, а потом заложены, готовятся какие-то блюда. И качество уже это блюдо другое. И чтобы никто не обвинял, что, допустим, в этом плане можно искать и виновника. Когда подобное происходит, то могут обвинить и школу, сразу обвиняют власть, и руководство муниципалитета. Принято тоже очень правильное решение. По крайней мере, это решение приняло Андрей Юрьевич, и все поддержали. Суть в том, что должны быть родительские комитеты и такой родительский надзор за тем, что готовится в школах. И такие сегодня комитеты, по сути, мы создаем. Более того, мы людей даже провоцируем на создание подобных, будем говорить, комитетов. С одной целью, чтобы именно родители контролировали и проверяли питание в школах. Более того, запись в эти комитеты, она, будем говорить, свободная, и будет, естественно, ротация. Поэтому самые активные на сегодняшний день, в чем-то, наверное, люди, по крайней мере, стремящиеся, чтобы был везде порядок. Я им за это благодарен. Сегодня в эти комитеты записываются. Я, в частности, сам посетил ряд школ и попробовал и питание, пообщался с родителями. И, по крайней мере, заметил, родители говорят, что они с удовольствием примут участие. И они заинтересованы, чтобы питание было на уровне, оно было качественным. И, более того, мы даже... Нас же никто не ждал, когда повара готовили в школах обеды. Мы просто как бы... То есть это было неожиданно? Неожиданно, да. И мы попробовали, и все согласились, что это уровень хороший. Более того, ну, я так как бы шутя сказал, нам дали там первый суп, дали запеканку. И я спросил, вот, было порядка семи человек, это, как правило, ну, может быть, не очень правильно, но это факт. У нас всегда самые активные женщины, и как раз именно со стороны родителей были мамы. Мамы. И я спросил, многие ли, или часто ли готовят дома запеканку. Ну, я не буду называть, но я говорю, да, ну, мы ее вообще не готовим, не умеем. Вообще, да, конечно. Ну, и сегодня такова жизнь, все бегут и некогда. Некогда. Пользуются полуфабрикатами. А там хорошее качество запеканки, поэтому такие лакомства, и в том числе будут и фрукты. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем на определенный уровень качества, хотя у нас есть. Здесь просто надо поддерживать, потому что здесь надо поддерживать на уровне и пищеблок, это надо, должна быть в соответствии содержаться и посуда, и надо мыть ее соответствующим образом, чтобы был уровень определенный, чтобы не завелось никаких, скажем так, бактерий и прочего. На сегодняшний день эта тема тоже стоит остро, я не буду рассказывать сейчас в эфире, но мы порой очень жестко беседуем с директорским корпусом, с теми, кто отвечает за кухонный блок, потому что суть в том, что есть вещи, которые очень важны для любой школы. Это вопросы безопасности, это вход в школу и нахождение детей в школе, потому что все родители отправляют ребенка в школу, надеются, что там все будет хорошо. Ну и, конечно, это блок питания, это обязательно пища, обязательно качество, поэтому специально сегодня будем говорить, что создаются родительские комитеты, я уже об этом говорил, с одной целью, чтобы качество питания было на высоком, даже на высочайшем уровне, и мы к этому будем стремиться. Это важно. И у нас как раз сейчас звонок на эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Алла, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Светлана, я хотела спросить по поводу... Слышно меня? Да, вас слышно, Светлана. Да, говорите, пожалуйста. Я хотела спросить по поводу горячего питания. У меня вот в этом году ребенок идет в первый класс, ну, в детском саду все понятно, что кормят и завтрак, и обед, и я слышала, что президент говорил, что с этого года будет во всех школах горячее питание. Скажите, пожалуйста, это касается вот только завтрака или обеда, или завтрак и обед, все это будет включено, платно, и не стоит беспокоиться, давать с собой там бутерброды какие-то, еще что-то. Нет, ну, это будет питание, это будет полноценный обед, разовое питание, бесплатно для школьников. Одноразовое, получается, питание, но это полноценный обед, первый, второй, третий, да, что называется, в таком виде. Спасибо, Светлана, за ваш вопрос. И действительно, в начале этого года тема бесплатного горячего питания в младших школах, ну, она была просто в топе новостей, и ее актуальность, как мы видим сейчас, не снижается и не будет снижаться. Да и вообще, новые меры поддержки семей нашли одобрение у наших жителей. Здесь и материнский капитал на первого ребенка, да, дополнительные выплаты на второго и последующего детей, льготная ипотека для семей с детьми, помощь многодетным семьям. В общем, много различных мер. Владимир Петрович, вы упоминали об этих мерах уже и в своем отчетном выступлении в феврале. Но давайте конкретизируем, на какую помощь на сегодняшний день могут рассчитывать люберецкие семьи. Хорошо, я отвечу, потому что я специально тут подготовил себе некую записку, потому что это цифры, это деньги. Поэтому, чтобы наши, по крайней мере, жители и мамы, и папы знали, на какие деньги можно рассчитывать. Поэтому с 1 января вот этого года для работающих женщин минимальный размер пособия по беременности, родам и уходу за первым ребенком составляет 4852 рубля. С 1 февраля этого года за вторым и последующими детьми деньги будут составлять 6751 рубль. Значит, с 1 января 2020 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком 27984 рубля. Максимальный размер пособия, чтобы было тоже понятно. Это ежемесячная выплата. Я могу сказать, что общая сумма средств, затративших на меры социальной поддержки семьи за последний год, составила именно с января по сегодняшний день уже 14,5 миллионов рублей. То есть это не малые деньги в масштабах района. Значит, у нас есть, к сожалению, случаи, когда бывают дети, ребенок инвалид. Значит, у нас таких детей на сегодняшний день 242 ребенка. Вот была выплата им порядка 2 миллионов, поэтому размер пособия при доходе ниже величины прожиточного уровня составляет 7901 рубль. Это опять же в месяц. Также неработающие матери через пенсионный фонд могут оформить выплату в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком инвалидом. Это опять же в месяц. Ежемесячная выплата в связи с возрождением первого ребенка произведена на 385 детей в сумме 5,9 миллиона рублей. Размер выплаты составил 12 688 рублей. Значит, это тоже в месяц. Поэтому это я вот, скажем, озвучил те цифры, которые как бы заложены на федеральном уровне. Кроме этого, значит, вот в январе этого года оформлено 18 сертификатов регионального материнского капитала. А вы знаете, да, региональный материнский капитал – это 100 тысяч рублей. То есть эти деньги оформлены и получены. И кроме этого, тоже наши молодые семьи должны знать, что эту идею выдвинул Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор. И сегодня эта идея, она, по сути, воплощена в жизнь, что с 1 января при покупке жилья в новостройках будет снижена ставка по ипотеке на 3%. Значит, что для этого требуется? Надо, чтобы ребенок родился в Московской области, и вы сами были зарегистрированы в Московской области. И понятно, что когда люди оформляют себе ипотеку, то жилая площадь должна быть меньше нормы. Ну, скажем, у нас в Люберцах это не менее, скажем, меньше 10 квадратных метров на человека. На сегодняшний день у нас в Люберцах проживает, ну, в городском округе имею в виду, 3067 многодетных семей. Воспитывается 9947 детей. Поэтому тоже есть решение, значит, вот дети, которые, значит, и в многодетных семьях, с 2018 года этим детям, значит, ежегодная выплата на приобретение одежды порядка 3000 рублей. Это тоже, я оценю, такая достаточно существенная, как бы, добавка и помощь семье. То есть, вот такие вот вопросы я озвучил. Понятно, что сегодня об этих вопросах говорит и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Андрей Юрьевич, поэтому я не буду сегодня еще раз это все повторять. Те, кто этим интересуется или заинтересован, все это есть сегодня в них документах. Если есть вопросы, вы можете подойти к нам в администрацию, значит, в социальную защиту, эти все вопросы мы озвучим. Ну, а что касается у нас этими вопросами, и разъяснениями занимается управление образованием Люберцкого городского округа. Поэтому, у кого есть вопросы, мы обязательно эти вопросы разъясним и окажем помощь. Да, здесь нужно обязательно спрашивать. Ну, что это деньги, деньги любят, значит, и точность, и самое главное, эти деньги бюджетные или государевые, то они контролируются, и понятно, чтобы их получить, надо собрать определенный перечень документов. Конечно, да. Ну что ж, не так давно проводили зиму, хотя уж что там было провожать, не будем скрывать. Вот, и встретили весну, приближается Международный женский день. Мимозы, тюльпаны скоро появятся в каждом доме, может быть, уже и появились. Но что же таится, вот интересно, что таится за каждым из этих букетов? Какой смысл, какое послание идет от мужчин, которые поздравляют своих женщин в день 8 марта? Давайте-ка спросим, точнее, мы уже спросили и узнаем об этом из сюжетов, Люберецких мужчин спросили. Посмотрим сюжет. Женщина – это мамы, сестры, прабабушки и бабушки. Она рождает, ну, ребенка. Женщина должна быть очень доброй, хвалить всегда. Женщины летали в космос, сражались на войне. Еще она должна успевать все делать. Это хранительница семейного очага. И всегда вкусная еда в доме. Женщина, прежде всего, это любовь. Для меня женщина – это все. Долг каждого мужчины заключается в защите своей женщины. Женщина – это царица дома. И она должна за этим следить. Девочки у нас красавицы. Идеальная женщина для меня – это моя мама. А для меня – мама и бабушка. Она готовит очень вкусные голубцы, как лето. Я ее хвалил прямо на десятом небе. Все женщины идеальны. Идеальная женщина – это та, которая твоя спутница жизни по жизни. Идеальная женщина – она заботливая, она внимательная, она открытая, душевная. Идеальная женщина – та, которая с уважением относится к мужчинам. Чтобы женщина была счастливой, нужно о ней заботиться, обязательно делать ей приятные, неожиданные сюрпризы. Долг каждого мужчины заключается в защите своей женщины. Женщина любит слухом. Чем мы больше будем ей говорить приятные слова, или, как говорится, ты самая красивая, это самое главное для женщины. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта. Я тебя очень люблю сильно. Крепче, чем наш дом построен. Я желаю счастья, хорошей жизни, с мужем хорошо разговаривать. Будьте женственными, любимыми и обаятельными. Любви, счастья и добра. И желаю, чтобы у вас было надежное, крепкое мужское плечо. Я хотел бы пожелать всем женщинам счастья, здоровья, оставаться красивыми и счастливыми. Да, любить крепче, чем дом построен, это, конечно, прекрасно. Владимир Петрович, вот в вашей жизни роль женщины, она какова? Центровая, центральная, конечно. Конечно. Дело в том, что с возрастом человек взрослеет, мужчина набирает каких-то и сил, и опыта, и, наверное, и какой-то мудрости. Она, мы все родом из детства. И в детстве у каждого была мама, и, как вот тут ребятишки, детишки говорят, это самая лучшая, самая любящая, она самая-самая, она и царица в доме, она и хозяйка, и там было сказано и про голубцы, и пирожки, и все остальное. У каждого своя мама, и она самая любимая, поэтому понятно, что это все вокруг женщины. И понятно, что в такие дни предпраздничные, весенние, 8 марта, особенно в этом году, потому что зима как бы была, ну и как бы она немножко не такая, какая была, даже быть в России, да, она была такая и малоснежной, и теплой, но зато весна какая. Вот весна на самом деле и весенняя, и теплая, и солнышко выглядывает, и сегодня, по сути, снега почти нету, даже в некоторых уголках, я смотрю, травка зазеленела. Такая настоящая весна, и вот в такие весенние дни, канун 8 марта, я, конечно, хотел бы пожелать всем женщинам, что вот было перечислено вот ребятами и маленькими, и среднего возраста, и уже нашими ветеранами, конечно же, в первую очередь, любви, такого домашнего уюта, домашнего тепла. Я, конечно, искренне желаю, чтобы планы, которые там строит женщина, они сбылись, потому что женщина и любовь – это синонимы, это одно и то же, поэтому, когда вокруг женщины любовь, и когда она, извиняюсь, купается в любви близких, дети, мужа, вот мужчины, то она фонтанирует, она выдает, и я думаю, что в этой любви начинают купаться все остальные, потому что я бы не хотел, и я бы сказал, даже это страшно, когда женщина в печали, то что в доме происходит, да? Нет, женщина – только генератор радости, конечно, конечно. Поэтому в этот канун праздника 8 марта я хотел бы пожелать именно мужчинам, берегите женщин, купайте их в любви, эта сторицу вам воздастся, и вы получите удовольствие от проживания в своем доме, от проживания среди своих близких, вы получите замечательных детей, у кого есть внуки и внуков, потому что вот эта женская, материнская любовь, она просто вырастает в разы от того, что вы дали ей чуточку, а это фонтанирует, и это вернется с торицей. Поэтому я хотел бы сегодня пожелать всем нашим женщинам, девушкам, бабушкам, абсолютно всем. Я искренне желаю, в первую очередь, любви, я искренне желаю здоровья, благополучия, заботы ваших близких. Я искренне желаю, чтобы ваши надежды, которые, понятно, они сокровенные, и вы хотите, чтобы это воплотилось в ваших близких, то ли в мужа, то ли в сыне, то ли в братья, чтобы они вас оправдали, чтобы ваши близкие, особенно мужчины, вас никогда не подводили. Ну, а если уж подводили в чем-то, то извинялись бы, исправлялись бы, и никогда бы не допускали, чтобы на ваших глазах были слезы, чтобы вы были в чем-то опечалены. Искренне желаю вам улыбок, счастья, благополучия. Ну и, как принято говорить, любите, будьте любимы, наслаждайтесь жизнью. И чтобы вот такие слова, которые сегодня все произносят, в том числе и я, они произносились не только в канун 8 марта, но желательно как можно чаще. Желательно, чтобы вы это слышали, слушали, а самое главное, чтобы это было по жизни. Поэтому тогда мы, естественно, все будем счастливы рядом с вами. Спасибо, Владимир Петрович, и за ваши поздравления, и за ваши ответы в сегодняшнем прямом эфире. Друзья, это был диалог с главой. Мы благодарим вас за внимание и за проявленный интерес. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова